Заговор на рыбалку. Неподалеку от моего дачного участка, находящегося около станции штабка, располагается известное очень многим рыбакам и отдыхающим города Проноула небольшое озерко Маховое. Действительно, по нынешним меркам расстояние в 20 километров это пустяки. Это озеро, а точнее сказать пруд, когда-то раньше использовалось для орошения близлежащих полей, поэтому является достаточно глубоким и всегда было очень чистым. Неудивительно, что там развился карась в приличном количестве, тем более, что никакой другой рыбы там нет. И карасикам живется очень вольготно и комфортно. Однако, несмотря на то, что озерко просто набито карасями под завязку, далеко не всем рыбакам удается возвращаться с рыбалки с большим уловом. Карась рыба хитрая и имея на Маховом обширные места для кормежки, довольно сильно избалован. И на обычного червячка ловится не всегда и не очень-то активно. А крупные экземпляры так те вообще рыбаков просто игнорируют. Я, например, за несколько лет поймал приличных карасей весом больше 1 килограмма, всего-то штук 10. Никак не больше. Правда, я никогда не охочусь за крупной рыбой специально, а напротив карасики размером с ладошку. Это самый мой любимый размерчик. Очень вкусные они, зажаренные на сковородочке. Просто объедение. Именно таких я и на зиму морожу. В изрядном количестве достал из морозилки полчаса на плите и готовый деликатес. Не знаю уж почему, то ли пища там для карасей особая, но рыбешка именно из озера Махового намного вкуснее таких же карасиков из ближайшей округи. Еще одним достоинством этого места является то, что оно находится практически по пути, когда еду на дачу или с дачи. Само собой, я тоже частенько заглядываю на озеро. И не сочтите за хвостовство, без рыбы оттуда почти никогда не возвращаюсь. Много обычно не ловлю, хлопотно улов обрабатывать, а вот пол ведра, ну может ведерко, так это в самый раз. Не сразу у меня начало получаться, но постепенно удалось изучить пристрастие капризных карасиков озера Махового и дело пошло. В рыбацкой сумочке, когда еду на карася, у меня припасены и червячки, и перловка, и кукуруза, и мука, и манка для приготовления разных видов теста. Так что карасю просто деваться некуда, он как правило соблазняется на такие вкусности и ловится неплохо. Как водится, на рыбалке происходит много интересных встреч. И приключения, за что я ее особенно ценю. В один прекрасный летний день мы сговорились с моим другом Михаилом порыбачить на любимом озерке. Встретились прямо на Маховом, на условленном месте. Михаил приехал прямо из города, ну а я со своей дачей. Погода была отличная, солнечный июльский денек, тепло, но не очень жарко. Небольшой ветерок, что еще рыбаку нужно? Только рыбу. Выбрав подходящее место на берегу, так чтобы ветер дул в спину и не мешал заброске лески, мы начали рыбачить. Карась в июле довольно ленив и малоактивен, и хорошего клева ждать не приходилось. Однако мы тоже не в первый раз на этом озере. Быстро определили, на что ловить и как, и понемногу дело пошло. К обеду натаскали с ведро карасиков, как раз таких, как нам и надо, величиной с ладошку. До вечера было еще далеко, и оставив удочки, мы сели за раскладной столик перекусить, а после просто устроились на травке, немного передохнуть и понежиться на солнышке. Тем более, что клев почти совсем приостановился. Да и рыбы нам уже было, можно сказать, что и достаточно. И тут к нашему лагерю подъехал на мотоцикле опрятного вида мужичок. Видать, в сближлежащей деревне мотоцикл был оборудован прицепом, который был нагружен целой копной свежескошенной травы, как потом выяснилось для кроликов. Михаил угостил присевшего передохнуть с нами гости сигаретами, познакомились, завязался неспешный разговор. Местного жителя звали Василий. Он оказался довольно славоохотлив, рассказал несколько разных рыбацких случаев и домой явно не торопился, как будто озеро его притягивало магнитом. Глаза гостя постоянно поблескивали каким-то азартным огоньком. И, наконец, Василий не выезжал и попросил взять удочку, чтобы тоже немного половить. Мы ему сказали, что сейчас клевого-то толком-то и нету. Но он лишь усмехнулся хитрой улыбкой. Я дал ему удочку из запасов. Он ее небрежно осмотрел, не стал ничего настраивать, ни глубину, ни грузила, ни крючок. Взял первую попавшуюся наживку, кажется, обычного червячка, буркнул что-то себе под нос и закинул леску в воду рядышком с нашими мирно лежащими удочками. Поплавки на наших удочках совсем заснули и совсем не подавали никаких признаков шевеления. Мы с Михаилом продолжали загорать и в полглаза поглядывали на Василия. И надо же, только он закинул удочку, сразу поклевка. Василий немного подождал и профессионально, но опять же как-то даже небрежно вытащил отличного карасика. Я и Михаил заинтересовались, стали смотреть внимательнее. Следующий заброс и опять почти сразу поклевка и очередной карасик. Мы разом встали и направились к своим удочкам. Проверили наживку и попытались тоже рыбачить. Но не тут-то было. Не то, чтобы карасик совсем не клевал, но очень и очень редко, как мы и не старались. А вот Василий, довольно бурча себе что-то под нос, продолжал свое невиданное представление. Он таскал карасей одного за другим, одного за другим, просто без остановки. Прервется на несколько секунд, чтобы прикурить сигаретку. И опять одну рыбку за другой, одну за другой. Мы с Михаилом стоим в метре от Василия, настроили удочки, точь-в-точь, как у него, а толку чуть. Ловили тоже, конечно, но раз в 20 или даже в 30 реже, чем удачливый рыбак. Короче, за час наш гость наловил такое же педро карасей, что и мы вдвоем с самого утра. В конце концов, он притомился, положил удочку, поблагодарил нас, молотвел немножко душу и засобирался в освояси. К нашему неописуемому удивлению, Василий наотрез отказался забирать свой улов. Как мы не настаивали, показывали ему наш улов, дескать, нам и так рыбы хватит, но он ни в какую. Брать рыбу так и не захотел. Все это выглядело настолько загадочно, что мы пристали к Васе, чтобы он нам объяснил, почему и рыба совсем не нужна, и свою необычайную удачливость тоже. И удивительный рыбак запираться не стал. И рассказал, что рыба ему действительно не нужна, потому что он ее налавливает столько, сколько ни ему, ни даже всей его родне не нужно. Так и сказал, сколько надо, столько и ловлю, в любую погоду и в любом озере. Его женушка все равно эту наловленную рыбу не возьмет, никуда не пристроит. И так у нее рыбы полно. Если бы мы всю эту поразительную ловлю не видели собственными глазами, то, может, и сочли бы это за рыбацкую байку. Но тут призадумались и начали интересоваться причиной его такой удачливости в рыбацких делах. К нашему удивлению, Василий и тут от некий оценистал. И охотно пояснил, что просто он знает заветное слово, которое надо произнести при заброске лески в воду. И все. Дело сделано. Рыбка ловится всегда. Тут нам и стало понятно, что именно он все время бормотал себе под нос во время рыбалки. Оказывается, заветные слова. Спрашивать эти волшебные слова мы, конечно, не стали. Дело-то не наше. У нас и так ловилось неплохо. Но неожиданно сам Василий отчетливо произнес эту приговорку. Это оказалось насквозь нецензурное двустишье, призывающее рыбу ловиться именно у него. Повторять я его тоже сейчас не буду. Мы с Михаилом, не сговариваясь, дружно схватились за удочки, чтобы опробовать новый волшебный чудесный метод. Но Вася смущенно сказал, что он и рад бы, что у нас все сработало. Но ничего не получится. Эта приговорка действует только у него. А до него ей пользовался его отец, а еще раньше дед. Но посторонним это никак не помогает. Василий еще раз вежливо поблагодарил нас за доставленное удовольствие. Попрощался. Завел свой видавший вид на ухоженный Урал. Быстро покатил по дороге в сторону деревни и скрылся из виду. А как напоминание, что это нам не почудилось, осталось только стоящее полное ведро рыбы, оставленное нам в подарок этим удивительным и щедрым рыбаком.